Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. В структуре онкологических заболеваний рак кожи в нашей стране занимает первое место по числу впервые выявленных случаев заболевания. При этом отмечается также рост заболеваемости, и около 80% всех новообразований поражают кожу в области головы и лица. Как известно, новообразование кожи в области лица имеет особое клиническое значение, когда наряду с радикальным удалением опухоли необходимо достижение максимально эффективного эстетического и функционального результата. Это обусловливает особую значимость проблемы своевременной диагностики, адекватного лечения и профилактики злокачественных новообразований кожи. Среди всех морфологических форм злокачественных опухолей кожи преобладающими по частоте являются базально-клеточный и плоскоклеточный рак, которые в совокупности составляют около 95%. Для удаления рака кожи применяются различные методы. Это хирургическое удаление, лучевая терапия, криодеструкция, местная химиотерапия, имиквимод, фотодинамическая терапия, а также комбинированное и комплексное лечение. Выбор метода лечения зависит от ряда факторов, среди которых характеристики опухолевого процесса, распространенность локализации, темпы роста, а также индивидуальные особенности пациента и техническое оснащение и опыт врача. Важным фактором при этом является риск возможного рецидива опухолевого процесса. К факторам высокого риска рецидива при базально-клеточном раке кожи относят размеры опухоли при локализации в области головы более 10 мм, нечеткие размытые границы, рецидивный характер поражения, наличие иммуносупрессии, также ранее проведенные облучения по поводу данной опухоли, агрессивный тип роста, переневральные распространения. Данные факторы являются общепризнанными во всем мире и также относятся к плоскоклеточному раку кожи. При низком риске рецидива рака кожи возможно применение различных методов удаления, как хирургических вмешательств, так и проведение лучевой терапии, выполнение криодеструкции. А также местная химиотерапия и миквимод. При высоком риске рецидива в качестве наиболее эффективного метода лечения рассматривается только хирургическое удаление с оценкой краев резекции. Лучевая терапия проводится при невозможности выполнения радикальной операции. Развитие новых технологий создает новые возможности в лечении пациентов. К новым эффективным методам лечения больных относится криогенный метод. На слайде представлены некоторые из основных преимуществ данного метода лечения. Как вы видите, это преимущество весьма существенное, которое обуславливает развитие и применение метода криогенного лечения. При выполнении криодеструкции рака кожи ключевым моментом является достижение полной гарантированной криодеструкции всей опухоли. При этом зона криогенного некроза должна распространяться за границей новообразования в пределах здоровых тканей по тем же принципам, как и при хирургическом удалении опухоли. Клинические исследования криогенного метода лечения были начаты во Всесоюзном онкологическом научном центре в начале 70-х годов прошлого века. Как известно, при криогенном воздействии на кожу область криогенного некроза всегда несколько меньше, чем область замораживания, и поэтому соотношение данных зон имеет клиническое значение. На основании данных экспериментальных исследований были установлены зависимости соотношения зон замораживания некроза в зависимости от режимных параметров криогенного воздействия. Таким образом была решена ключевая задача, то есть возможность прогнозирования зоны криогенного некроза в зависимости от параметров криогенного воздействия. И таким образом созданы возможности для применения криогенного метода в онкологии. Разработка криогенного метода проводилась коллективом специалистов с участием криобиологов, инженеров, специалистов по медицинской технике. Коллективом авторов руководил профессор Александр Ильич Пачес. Исследования проводились совместно с Всесоюзным научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники, которым руководил академик Утямышев Рустам Исмаилович. Криогенной лабораторией руководила Туха Тамара Петровна. Были созданы многофункциональные отечественные медицинские криогенные аппараты, портативные, стационарные, которые по техническим характеристикам позволяли выполнять радикальное удаление злокачественных новообразований. Был предложен криогенный медицинский аппарат, который позволял в автоматическом режиме получать необходимый объем зоны криогенного некроза биологической ткани. Современные криогенные аппараты, созданные на базе этих моделей, обладают всеми необходимыми параметрами для того, чтобы выполнять гарантированную криодеструкцию злокачественной опухоли. При этом существует набор различных наконечников, криоаппликаторов, которые применяются в зависимости от характеристик опухоли. При выполнении криодеструкции рака кожи на коже отмечаются границы планируемой зоны криогенного некроза. И при воздействии способом криоаппликации важно наличие адгезивной связи криоаппликатора с поверхностью тканей для осуществления эффективного теплоотвода. Вы видите процесс криогенного лечения и та же больная через 6 лет после лечения без признаков опухоли, практически незаметный рубец. При невозможности с одного поля воздействия в необходимом объеме выполняют одновременное или последовательное криогенное воздействие с нескольких полей замораживания. После криодеструкции возникает отек тканей, как вы видели. В первых еще криобиологических исследованиях было показано, что после однократного криогенного воздействия остаются жизнеспособные опухолевые клетки, и для достижения полной девитализации необходима повторная цикла замораживания. Поэтому современные методики криогенного лечения включают повторное замораживание, оттаивание опухоли. Мы выполняем по меньшей мере 3 цикла замораживания и оттаивания. На данном слайде виден отек тканей после криогенного воздействия. На 4-5 сутки формируется зона криогенного некроза, и впоследствии наступает репарация тканей. Заживление происходит с трупом сухого некроза. При этом, как было показано, хорошие репарации тканей после криогенного воздействия обеспечивают полное восстановление тканей. Криодеструкции базально-клеточного и плоскоклеточного рака кожи показано при новообразованиях, которые имеют четкие клинически определяемые границы с поверхностным экзофитным или узелково-язвенным типами роста без поражения экстрадермальных структур. Криохирургическое лечение мы считаем непоказанным, при инфильтративном типе роста опухоли, нечетких границах, а также при местно распространенных рецидивах базально-клеточного рака кожи и при рецидивах плоскоклеточного рака кожи. Криогенный метод, метод криодеструкции, явился не только методом выбора, но и оптимальным видом лечения для 86% больных с первой стадии базально-клеточного рака кожи и 67% при первой стадии плоскоклеточного рака кожи. При второй стадии заболевания данный процент был 56% при плоскоклеточном раке и 15% при базально-клеточном раке и 15% при плоскоклеточном раке кожи. При более распространенных поражениях преимущество отдавали другим видам лечения. Данная классификация является седьмая редакцией международной ТНМ-классификации, которую мы применяли для определения распространенности опухоли. При оценке отдаленных результатов в сроках наблюдения от 2 до 11 лет с медианой 6 лет показано, что при первой стадии заболевания рецидив возник у 2% больных, при второй стадии у 6%, причем все рецидивные новообразования были успешно удалены и в дальнейшем наступила стойка излечения. Метод криодеструкции позволял удалять новообразования при сложных локализациях в области носа, в области губ, проводить лечение больным с тяжелой сопутствующей патологией. Данный больной поступил после лечения инфаркта миокарда без осложнений со стороны общего состояния. Также успешно проводить лечение при первично множественных процессах в области лица и по показаниям удалять даже местно распространенные формы рака кожи, имеющих четкие границы. После креогенного воздействия образуются малозаметные рубцы, и поэтому мы не опасаемся выполнения даже широких вмешательств при локализации опухоли на лице. Возраст также не является противопоказанием. Одно из наших больных было 107 лет при лечении. Однако при распространенных инфильтративных формах рака кожи метод криодеструкции не показан. Данные больные представляют сложности при выборе метода лечения, поскольку даже хирургическое удаление опухоли не гарантирует от рецидива, и частота рецидивов приближается может к 30% при локализации опухоли в сложных областях, так называемой H-зоне или средней зоне лица. Для повышения эффективности лечения больных с распространенными формами рака кожи нами был разработан метод криолучевого воздействия совместно с биологами и специалистами по медицинской технике. Метод осуществляется следующим образом. Непосредственно перед лучевым воздействием опухоль охлаждают до достижения температуры замораживания на границе опухоли и здоровой ткани. Сразу же вслед за этим производится лучевое воздействие в дозе 2-2,5 грея, 5 дней в неделю. Суммарная очаговая доза составляет 60-70 грея. Данные режимы охлаждения легко переносятся пациентами, даже с наличием сопутствующих заболеваний. Вы видите, как в процессе лечения происходит поэтапная регрессия опухоли и наступает восстановление тонких анатомических структур области лица, то есть максимальное сохранение индивидуальных форм лица с полной регрессией опухоли. Криолучевого лечения проводилось в группе пациентов с наиболее распространенными формами рака кожи, которые соответствовали символам Т2, Т3, поражали подлежащие структуры, в частности, хрящевую ткань. Во всех случаях имели инфильтративную форму роста и относились к группе высокого риска рецидива. У 94% больных опухоль поражала среднюю, наиболее сложную зону лица, или так называемую H-зону, которая характеризуется наиболее высоким риском рецидива. При наблюдении за пациентами в сроке от 2 до 15 лет полная регрессия в результате криолучевого лечения была отмечена у 97% больных. Рецидив возник у 9%. Соответственно, при новообразованиях Т2 – 5,5%, Т3 – 10,5% и 12% при местно распространенных рецидивах рака кожи. Безрецидивная трехлетняя выживаемость составила 90% и 5-летняя выживаемость – 77%. Метод позволял сохранять формы и функции органов лица, добиваясь стойкой регрессии опухоли. У пожилых пациентов проводить лечение без ухудшения их общего состояния. Сохранять форму носа, губ. У молодых пациентов сохранять трудоспособность и также формы и функции тканей в области лица. Вы видите распространенные формы базально-клеточного рака кожи в височной области с поражением наружного угла, глаза, век. И тот же больной более 7 лет без признаков рецидива новообразования. Он сохранил прежнее место работы и образ жизни. Возможно проведение лечения у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Данная пациентка поступила после острого нарушения мозгового кровообращения. Вы также видите полные регрессии опухоли. Без ухудшения ее состояния наблюдается много лет. Проводить эффективные лечения при крайне распространенных процессах, неоперабельных формах опухолей. Первично множественный рак кожи с поражением ушной раковины в височной области. И та же пациентка. Через 14 лет после лечения форма ушной раковины максимально сохранена. При этом полная регрессия опухоли без рецидива заболевания. И также больной распространенный плоскоклеточный рак кожи в области угла. Болорта, щеки, верхней и нижней губы. Тот же больной через 10 лет после лечения без рецидива опухоли. Показано, что при одинаковой распространенности опухолевого процесса криолучевой метод позволил снизить число рецидивов и при этом достигать оптимальных эстетических и функциональных результатов. Следует отметить, что для проведения криогенного лечения необходимо использование аппаратуры, которая обладает необходимыми параметрами точно соблюдать научно обоснованные методики лечения. Также необходима соответствующая подготовка опыта хирурга и применение метода по показаниям. Таким образом, результаты лечения больных раком кожи зависят от ранней своевременной диагностики и адекватного лечения первичной опухоли. Дифференцированный подход к выбору метода лечения и применение каждого метода по показаниям позволяет достичь оптимальных эстетических, функциональных и отдаленных результатов. Использование современных криогенных лечебных технологий также позволяет создать новые возможности для оказания эффективной помощи пациентам. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Илья Николаевич. Есть ли вопросы к Илья Николаевичу? Есть вопросы? Илья Николаевич, к вам вопрос будет? Илья Николаевич, я хочу задать вопрос. Приходьевский Сергей Григорьевич, автономная некоммерческая организация здоровья Елена Кентон, онкологический центр криохирургии. Спасибо за доклад. Я очень рад, что вы все время популяризируете и докладываете о крио-лучевом лечении, о методе лечения, который очень эффективен для опухолино-оружных локализаций. Но я бы хотел по этому поводу немножко уточнить. Как вы считаете, в каких случаях все-таки более уточнить, в каких случаях показано крио-лучевое лечение опухолино-оружных локализаций в области лица? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему вы категорически против использования крио-деструкции при рецидивах рака кожи, паскоклеечного, метатипического, базально-клеечного рака? Вот два вопроса. Спасибо за ваши вопросы. Показанием применения крио-лучевого метода мы считаем новообразование, которое имеет... Это местно распространенные формы рака кожи, которые имеют нечеткие клинические границы, инфильтративный тип роста и не представляется возможным выполнить гарантированную деструкцию этой опухоли с помощью глубокого охлаждения. И данные формы образований, они подлежат... Раньше подлежали только хирургическому лечению. Однако, как мы показали, число рецидивов достаточно было высоким, и эти образования, если они поражают среднюю область лица, они представляют большую проблему для восстановления индивидуальных форм и функций тканей. Крио-лучевой метод позволяет достигать результатов, которые мы показали в нашем докладе. В отношении крио-хирургического удаления рецидивов рака кожи при плоскоклеточном раке, как правило, рецидивы имеют инфильтративный тип роста. Мы применили у одного пациента крио-деструкции при плоскоклеточном раке кожи, однако у него впоследствии возник рецидив, мы выполнили хирургическое удаление этой опухоли, и мы считаем, что более эффективно хирургическое вмешательство при рецидивах плоскоклеточного рака. При рецидивах базально-клеточного рака возможно применение метода крио-деструкции, однако при четких границах этих новообразований в поверхностном типе роста, которые отвечают тем канонам, которые мы показывали в показаниях крио-хирургическому вмешательству. Да, пожалуйста, еще вопрос. Я даже, если позволите, Илья Николаевич, не вопрос задам, а впервые я публиковал «Крио-учевое лечение» в 2001 году, и там и показал картинки больных, которые с этим методом лечения были успешно излечены. Мне бы хотелось, и основной акцент был там сделан, то, что в области естественных отверстий, к которым относятся гвозница и ушная ракина, и если опухоль распространяется в эти области, то уже ни ножом, ни лучевым методом, ни холодом эту опухоль не достать. И вот использование и распространение методов крио-учевого лечения именно при локализациях, при поражениях гвозницы, ушной ракина, я считаю, что это наиболее эффективный и показательный метод лечения. Теперь по поводу криодеструкции. Это удивительный метод лечения. Я начинал свою деятельность онколога с оперативных методов лечения в области лица и шеи. И первая диссертация у меня была в этой области. Но потом от этого я потихонечку ушел, занимался локальной химиотерапией и криодеструкцией. Так вот криодеструкция позволяет излечивать по существу любую опухоль, любую инфитрацию с любым распространением. Почему? Потому что этот метод лечения дает возможность неоднократно повторять цикл за циклом в течение нескольких месяцев излечивать опухоль. То есть повторять, повторять, повторять. Если оперативный метод лечения у вас нет запаса ткани, вы не можете уже использовать окружающие ткани, удаленные ткани и так далее, потому что криодеструкция позволяет излечивать именно рецидивы опухоли. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.